Первое, второе – компот и булочка. В этом году детей из многодетных и малообеспеченных семей обеспечат ежедневным горячим питанием. По муниципальной программе «Забота» 16 тысяч школьников получат бесплатные обеды или завтраки. Также продолжается действие президентской программы, по которой ученики начальной школы обедают бесплатно. По информации городской администрации, на организацию горячего питания юных ульяновцев выделено 411 миллионов рублей. В 76-й Засвияжской школе бесплатно кушают 556 ребят. Обеденный зал у нас большой, рассчитан на 254 посадочных места. Но, учитывая пандемию, мы, конечно, разводим их на потоке. И поэтому наполняемость зала не превышает 50%. 30, 40, иногда и 50% у нас доходит. Старшеклассники у нас получают обеды платные. Стоимость обеда 100 рублей. Дети 8-11 классов уже имеют право выбора. Для школьников 8-11 классов, как отмечает замдиректор, организуют шведский стол, где они сами выбирают еду по душе. За качеством еды следит специально созданная комиссия, в которую может войти каждый родитель. Мама и папа могут любой день прийти в столовую и продегустировать школьную еду. Младшие, вот они уже два года питаются бесплатно, бесплатными обедами. Ну, старшие, в пятом классе, это уже считается старший блок, там платно. Нравится все, все замечательно. Что больше всего любят? Первые блюда, супы, картошку пюре любят с котлетами. Что еще? Компоты. Младшему тут соков очень много давать стали, нравится. Также организацию питания в школах проверяют специалисты управления образованием и общественники. Смотрят и документацию, и наличие медицинских книжек у персонала, и сроки годности сырья. Мы сейчас с коллегами попробовали все, что дано детям, тот же самый обед. Ну, могу сказать, что очень вкусно, красивая подача, то есть все аккуратно на тарелочках, все на столах накрыто. Мы пообщались с детьми, спросили, детки кушают с аппетитом. Сегодня бесплатные обеды получают чуть больше 55 тысяч младших школьников по всему региону. Причем, если отдельные классы уходят на дистанционное обучение, дети из многодетных семей и льготных категорий получают бесплатные продуктовые наборы. Анна Тищенко, Улправда ТВ.